И снова здравствуйте дорогие мои рукодельницы! С вами снова я Татьяна Киселёва и вы на канале Вышивка лентами мастер-классы для начинающих. Сегодня у нас вторая часть и мы продолжаем работать вот над такой композицией снегирь на веточке рябины. В первой части веточку рябины я уже вышила. Теперь буду вышивать снегиря. Что мне сегодня понадобится? Мне понадобятся ленты 3 мм красного цвета. Я взяла молочного цвета ленточку, серого цвета и чёрного цвета. Напоминаю, ленточки шириной 3 мм. Также мне сегодня понадобятся ленты синего цвета, серого цвета, ленточки шириной 6 мм, чёрного цвета и также молочного цвета. Вместо белой ленточки я хочу использовать ленточку молочного цвета. Иголки надо будет нам, зажигалка и ножницы. Ну вот, пожалуй, и всё, что нам понадобится. Начну я вышивать снегиря с грудки. И вот именно вот отсюда. Сначала вот эту часть до лапки и немножко лапку над лапкой вот здесь захвачу, я вышью ленточкой молочного цвета. Итак, я начинаю вышивать от брюшка. Вот от этой точки, где соединяется брюшко и вот крылышко, я отступлю буквально, ну сколько тут, ну миллиметров 6. То есть такой длины у меня будет стежок. Вывела ленточку, расправила. И вот теперь увожу ленточку вот именно вот сюда, в этот уголочек. Сильно затягивать ленточку не надо. Далее снова рядышком ниже вывожу ленточку. Я буду вышивать прямыми стежками. И по краю брюшка увожу ленточку. Дальше опять опускаюсь чуть ниже. И снова делаю простой стежок. Здесь нужно обращать внимание, чтобы ленточка не перекручивалась, чтобы она вот ровненько ложилась. Это как бы перышки у нас накладываются один на другой. Рядышком плотненько укладываем, чтобы не было никаких просветов. Вот опускаясь сюда ниже, посмотрите, стежки у меня все короче и короче. И вот здесь совсем коротенький-коротенький стежок. Один ряд я практически закончила. Дальше отступаю. Вот теперь уже до этой вот ножки отступаю. И теперь стежки будут как бы накладываться вот на вот эти, которые я уже вышила. То есть я вот тут с краюшку прямо прокалываю предыдущий стежок. И укладываю этот стежочек. Далее рядышком я укладываю еще один. И накладываю на предыдущий, с краю прокалываю предыдущий стежок. Здесь только следите, чтобы вы не утянули нечаянно ленточку. Далее. Вот на грудке у снегиря внизу вот такие будут белые перышки молочного цвета. Так. Ну вот достаточно. Даже, наверное, второй ряд сделали. И теперь я вот сюда отступаю и делаю еще пару стежочков. Точно так же прокалывая предыдущие стежки. То есть вот следующий ряд я опять накладываю как бы на вот те стежки, которые я уже вышила. Сейчас я вот эту ленточку убирать не буду. Я ее оставлю там внизу. И сейчас я возьму теперь красную ленточку. Теперь дальше вот эту грудку вот до этого уголочка я буду вышивать красной ленточкой. Также, посмотрите, отступаю чуть больше, чем 5 миллиметров. Ну, где-то 6. И точно так же начинаю укладывать стежочки на предыдущий ряд, который я уже вышила. Так. Дальше опять рядышком буквально, рядышком выводим. Старайтесь выводить так. Вот я попала в узелок. Все, она исправилась. Старайтесь так выводить ленточку, чтобы вот стежки ложились рядышком. Чтобы не было у вас просветов между стежками. И когда прокалываете ленточку, то старайтесь осторожно, чтобы не попадать с изнаночной стороны в ленточку. И чтобы не утянуть те стежки, которые вы уже выполнили. Так, тут вот немножко подальше уйдет ленточка красненькая. Так. Ну, и теперь я буду укладывать свои стежки вот до вот этой ножки. Так. Опускаюсь ниже. Так. Старайтесь ровненько укладывать стежки рядышком, один к одному. Но стежки укладывать ровненько, но они получаются немного на разной длины. То есть совсем вот одинаковой длины не нужно делать. Так, ленточку не забываем расправлять. Вот. Теперь я опять пока оставлю в покое ленточку красную. И закончу вот здесь ножку. Я оставляла вот эту ленточку молочного цвета. И теперь, чтобы было понятно, что всё же это у нас ножка, я теперь буду стежки вот так вертикально, не горизонтально, а вертикально укладывать. Начну я вот сверху. Тоже проколю с краю уже выполненный стежок. И уведу вот сюда ленточку. Стараюсь, чтобы ленточка у меня не скручивалась. Далее рядышком еще один стежок. И теперь я его чуть-чуть дальше, вот до нарисованной линии, то есть вот где линия изображает границу вот нашего брюшка здесь. Теперь далее я опять отступаю. Теперь уже прокалываю вот красную ленточку. И опять по границе брюшка вот здесь внизу. И вот этот последний стежочек, он будет покороче. Вот так. Ну вот так как-то я изобразила вот эту ножку. Вот такими вертикальными стежочками. И потом мне останется только вот здесь саму ножку вышить. Но это я сделаю позже. И дальше я снова продолжаю вышивать красной ленточкой. Так. Я закончила стежок внизу. И снизу теперь продолжаю вышивать. По линии вот грудки делаю первый стежочек. Опять не забывайте, что прокалываем предыдущий ряд. Вот в край. Это как бы пёрышки накладываются один на другой. И как правило, если раз внимательно рассматривать птичек, у них на брюшке пёрышки поменьше, на спинке побольше, а на крылышках ещё побольше. То есть, если вы поняли, движения сейчас все будут одни и те же. Я сейчас вот до вышиваю вот до этого вот уголочка. И так, грудку красную я вышила. Теперь я буду вышивать вот этот вот уголочек грудки. И здесь я возьму ленточку в 3 миллиметра серого цвета. И начну укладывать стежки вот от этой линии. От линии, которая разделяет голову нашей птички и грудь, туловище. Если смотреть по рисунку. И точно так же я укладываю стежки. Сверху, вниз, прямые стежки. И накладывая один на другой. Ну, здесь, чтобы вот уголочком они уложились, по краям будут стежочки покороче, а в центре вот они будут подлиннее. Вот это самый длинный сейчас будет стежок. Так. Ну, и еще раз напоминаю, стежки сильно не затягивайте. Не надо, чтобы они прям воздушными были, как вот у цветочков. Ну, и не надо, чтобы они были затянуты. Чтобы стежки были так, ну, свободно ложились. Так. Теперь будет стежок покороче. Так. И вот здесь самый коротенький будет стежочек. Ну, вот так как-то грудка получилась. Теперь я буду вышивать моему снегирю спинку вот эту часть. Вот до крылышка. Вот эту часть. И буду вышивать ленточкой серого цвета. Но уже я ленточку взяла 6 мм. Точно так же начинаю снизу, отступаю вверх, ну, где-то 6, может, 7 см. Расправляю ленточку и внизу делаю прокол. Здесь одного стежка достаточно. Поднимаюсь выше, так же расправляю и делаю прокол прямо в ленточку. Ленточку пальчиком стоит придерживать, чтобы вы нечаянно не утянули ее. Так, рядышком делаю еще один стежочек. Ленточку расправляю так же. И вот здесь, видите, уже соединяется вроде как. Так вот в уголочек вот сюда увожу ленточку. Ленточку подправляю. Смотрю, чтобы не было просвета. Вот так. Далее поднимаюсь выше. Здесь помню, что я ленточкой должна прикрыть вот эту веточку, которую я вышивала. Потому что я там прокол делала прямо в птичку. А теперь мы должны вот начало вот той веточки, начало вышивки моей, спрятать под стежочек. Вот так. Дальше рядышком делаю прокол. Разворачиваю ленточку. И в предыдущий ряд прокалываю. То есть движение одинаковое. Здесь только меняется цвет и ширина ленточки. Так. Здесь вот закругление идет. Мы тоже должны его показать. И вот сюда. Здесь стежочек будет покороче. Немножко. Так. Рядышком делаю прокол. Буквально рядышком. И теперь смотрю, где мне лучше проколоть. Ну вот сюда. Получается уже теперь вот в бок вот этого, вот этой ленточки от предыдущего ряда. Потому что мы здесь закругляем. Так. Ну и последний стежочек. Нужно нам соединить теперь вот эту красную грудку и спинку. Вот спинка вышита. Теперь я буду вышивать головку у птички. Головку я буду вышивать ленточкой черного цвета шириной 3 миллиметра. И опять так же, посмотрите, я отступаю вверх. Вот на головке я не буду делать вот такие длинные перышки. А перышки у меня будут покороче. То есть перышки мои стежки. Здесь уже где-то вот миллиметров 5, может 4. Так же вывожу ленточку и так же прокалываю предыдущий ряд. Старайтесь, чтобы ленточка не перекручивалась. Рядышком выводим. И опять накладываем на предыдущий ряд. Если подтянули, сильно утянули стежочек, иголочкой назад верните. И вот так я ровненько, сейчас я вот этот целиком ряд уложу. Вокруг глазика осторожно мы вышиваем. Смотрим, чтобы глазик, вот намеченный кружок, остался нетронутым. Вот сейчас у меня тут маленькое расстояние. И я прокол делала вот в край глаза получается. Вот в намеченный кружок. Вот этот тоже стежок будет выходить из намеченного круга для глаза. И с краешку. Так. И вот еще один, пожалуй, я сделаю стежок здесь. И уйду вот сюда. Вот здесь теперь около глазика осторожненько тоже я вывожу. Здесь прям вот коротенькие стежочки будут. Мне теперь надо ряд как бы вот так по кругу развернуть. Вот этот, который я сейчас вышиваю. Так, и вот край выровнять. Теперь надо крайний стежочек вышить. Теперь дальше отступаю вот по намеченной линии повыше. Тоже стежочки будут короткие. И уходим в предыдущий линии. Накладываем стежки один на другой. Так же, как у птички, перышки накладываются одно на другое. Прикрывая туловище аптечки. Так. Глазик. Не закрываем, но всю пустоту вокруг глазика обязательно нужно закрыть нашими вот черными перышками. Так. Теперь поднимаюсь вот так выше. И продолжаю. Так. Выше. Теперь поднимаюсь. У меня скрутилась ленточка. Просто ее расправить и аккуратно уложить. И больше вот здесь уже стежков не надо будет. Да, вот ленточка хорошо легла. Теперь закругляем здесь часть. Тоже делаем коротенький здесь стежочек. Так. Ну и еще надо один. Вот сюда я прям до клюва. Так. Так, здесь у нас глазик. Да, теперь будут стежочки вот именно от клюва как бы отходить. Так. Глазик оставляем. Снова от клювика идем. От клювика я все перышки туда направила. Теперь у меня, вот посмотрите, здесь еще просвет, да? Значит, я должна теперь его убрать, этот просвет. Теперь уже вот от вот этих перышек, что я сейчас уложила, я теперь вниз, вот сюда прям коротенькими короткими стежками, вот этот просвет должна закрыть. Дальше. 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 Так. Так. Ну и еще вот сюда просится стежок. Здесь внимательно смотрите, как у вас укладываются стежки. И еще вот я вижу, что у меня вот здесь образовался просвет. Значит, я должна его обязательно закрыть. Вот здесь вывожу вот в этот просвет ленточку и его закрываю. Так. Черную ленту я пока не убираю. Вот сюда ее подколю, чтобы она мне не мешала. Теперь я сделаю сразу глазик. Для этого я возьму ленточку шириной 6 миллиметров молочного цвета. И посмотрите, выведу ленточку вот с краю, с одного края, прям по той намеченной линии глазика. Так. Ленточку теперь я расправляю. Здесь не важно, какой она стороной выйдет. И с другой стороны я ее увожу. Вот так. То один, то другой край нужно подтянуть немножко. Вот так. Теперь берем черного цвета, берем ленточку. И делаем прокол иголочкой. Прямо вот в серединку вот этого нашего стежка. Прямо вот в самый-самый центр надо попасть. А теперь, а теперь я делаю французский узелок. Ленточку надо немножечко подкрутить, чтобы было посимпатичнее. И, ну, одного, наверное, вива хватит, я так думаю. И рядышком я увожу ленточку. Я немножко утянула вот эту молочную ленточку, поэтому я вот иголочкой ее сейчас на место подтяну. Вот. Ну, вот такой симпатичный глазик получился. Ну, и чтобы закончить головку, сразу я вышью клювик. Клювик я буду вышивать вот такими, вот такой серой ленточкой в 3 миллиметра. Ну, и начну, пожалуй, вот с этого вот уголочка, с конца клювика. И уведу ленточку вот так вот сюда. К началу, к началу, к самому наших першек. Черненьких. Так. Теперь рядышком вывожу ленточку. То есть вот нам вот это, теперь надо пространство все зашить. Так. И сюда увожу ленточку. Так. И теперь здесь получится немножко, как ленточка будет накладываться. Снова вот здесь вот в уголочке, в самом, в самом вот конце, на конце клювика снова выводим. И вот по этой, по нижней линии уводим вот сюда. Так. Подтягиваем. И у нас вот здесь вот остался небольшой просвет. Просто его закроем. Выведем вот здесь, в середину этого просвета иголочку. И я уже до конца не буду, а вот просто закрою вот этот просвет. Вот где он заканчивается, этот просвет, вот туда я и уведу иголочку. Ну, вот такой вот симпатичный клювик у меня получился. Итак. Грудку, головку и спинку для нашей птички я уже вышила. Осталось у меня крылышко и хвостик. Теперь я внимательно смотрю, что хвостик, вернее сказать, крылышко накладывается на хвостик. То есть хвостик как бы выходит из-под крылышка. Поэтому я сейчас сначала вышью хвостик. На хвостике, на крылышке обычно пёрышки пошире. Поэтому я взяла ленточку сейчас 6 мм. И начну вышивать сначала хвостик. Здесь у меня будут, ну, такие довольно-таки длинные стежки. Я вот вывожу ленточку и укладываю одно пёрышко. Стараюсь, чтобы у меня ленточка не перекручивалась. Далее возвращаюсь наверх. Укладываю другое пёрышко. Иногда, когда начинаем вышивать, на рисунке одно, а во время вышивки мы стараемся что-то изменить, сделать немножко по-другому. Тем более, что вот этот рисунок я брала из детских раскрасок. Там просто надо карандашом было раскрашивать. Мне же надо ленточками укладывать красиво. Поэтому здесь я, походу, немножечко изменяла. Ну, вот изменила и хвостик. Немножко он у меня не такой будет, как на рисунке. Ну, ещё, наверное, так одно пёрышко... Ой, да, ещё одно пёрышко на хвостик я, пожалуй, добавлю. Так, вот сюда. Вот такой хвостик у меня получился. И когда наши птички сидят на солнышке, то их пёрышки как бы переливаются. И мы видим, что там ещё, оказывается, не только один, допустим, чёрный цвет присутствует, но ещё иногда проглядывает синева. Поэтому я в хвостик сейчас ещё пару пёрышек добавлю синего цвета. Вот здесь вот выведу ленточку, расправлю её и уведу вот сюда, проколов вот эти чёрные стежочки. Тем самым я их ещё и закреплю. Так, вот здесь у меня будет. Закрутилась. Расправим её. Так, и ещё одну пёрышко вот сюда уложу. Здесь вот рядышком я выведу ленточку. И где-то вот здесь добавлю ещё в хвостик такого синего цвета, тёмно-синего. Вот так красиво будет смотреться хвостик. Хвостик готов. Ну и осталось крылышко. Край крылышка я буду вышивать чёрной ленточкой, тоже в 6 мм. Я вот здесь вывожу ленточку. Вот у меня уже нарисовано, и крылышко разделено на несколько частей. Вот я так и буду вышивать. Вот одно пёрышко у крылышки, чёрненькое. Так. Рядышком вывожу ленточку. Ещё пёрышко укладываю. Здесь я их на разном расстоянии. У меня будет сейчас как бы вот эта крылышко накладываться на хвостик. Дальше пойдёт. Так. Вот так. Дальше здесь укладываю. И ниже. Ещё укладываю пёрышко. И вот оно как бы заходит на край хвостика. Вот здесь. Мы на картинке смотрели, что крылышко как бы накрывает. Так. Ну вот если ленточку расправить, то уже больше ничего не надо. У меня здесь вот нарисованы ещё пёрышки. Значит я должна их сделать разного цвета. Теперь я добавлю крылышко тоже синего цвета. Возьму ленточку синего цвета. Точно так же, как мы укладывали пёрышки все сверху вниз, накладывая на предыдущий ряд, так же и здесь я буду делать. Вот здесь, если, допустим, вышла ленточка матовой стороной, а не лицевой стороной, ничего страшного. Вот здесь, мне кажется, даже от этого будет немножко вышивка даже выигрывать. То есть цвет будет как бы изменяться немножко. И это даже, мне кажется, будет хорошо. Вот у меня сейчас как раз так и выходит ленточка. То лицевой стороной, то матовой. И я её не перекручиваю, так и оставляю, так и укладываю. Ну и вот ещё один внизу стежочек. Так. Здесь только нужно проследить, чтобы ленточка не скрутилась, а вот прям ровненько-ровненько хорошо легла. Ну вот. Теперь мне хочется сюда добавить такого более сверлое пятно. Поэтому я возьму ленточку молочного цвета. И вот здесь добавлю перышек. Вот таких светленьких. Целый ряд. И тоже не буду ленточку перекручивать. Вот как она у меня будет выходить. Матовой значит матовой стороной. Лицевой значит лицевой стороной. Единственное, что я здесь сделаю, это изменю немножко длину стежков вот этой светлой ленты. Вот этого светлого участка моей, моего крылышка. Вернее, не моего, а крылышка снегиря. Правильнее будет сказать. Так. Так, вот это сильно затянулось. Из светлых вот это будет последний стежочек. Крайний. Вот сюда мы его уйдем. Вот так. Ну и теперь я буду укладывать черной ленточкой стежки. Ленточку я тоже взяла в 6 миллиметров. Так. И точно так же укладываем стежочки на предыдущий ряд. Прокалываем. Так. Здесь длинные перышки будут сверху у крылышка. Следить надо, чтобы не перекручивалась только ленточка. Здесь мы прокалываем и вот тот ряд, который уже вышли, потому что ну, все же у нас крылышко как бы сверху на туловище. Поэтому мы и в вышивке должны показать, что наше крылышко вот оно сверху. И когда прокалываете, напоминаю, осторожненько, чтобы уже не утянуть те стежки, которые вы вышили. А стежки все время накладываем сверху вниз. Здесь вот мы теперь немножечко опускаемся ниже. Прокалываем вот эту красную нашу грудочку. И опять укладываем перышко вот сюда на предыдущий ряд. накладываем. Ну и вот здесь у меня опять просвет образовался. Я опускаюсь вот чуть-чуть ниже, вывожу иголочку с ленточкой и укладываю вот этот последний стежок моего крылышка. Птички крылышко. Ну, вот такая птичка. Так, но у нашей птички все есть, кроме самих лапок. А лапки я вышью ленточкой шириной 3 миллиметра светло-коричневого цвета. Я проколю вот прямо ну вот эту ножку, которую я вышивала. Вертикальные стежочки укладывала. Так. Теперь я скручу ленточку подкручу и вот сюда на веточку. Так. и теперь я сделаю ей еще у нее там как бы как мы называем пальчики три. Ну, вот один я вот сюда положу на веточку. Другим она пусть вот так вот цепляется за саму веточку. так. И вот третий ну вот там дальше где-то вот тут уже цепляется за веточку. Так. И вот там виднеется из-под птичку прям я уведу вторая ножка. То есть она с той стороны. Ну, и вот можно показать, что вот тоже за эту веточку один ее пальчик цепляется, ну, а второй пусть уйдет назад. Ну, а тот передний там спрятался. Ну, вот такая красивая композиция у меня получилась. Я в первой части говорила, что ягодки сильно крупные. Но когда я смотрела на мою работу на расстоянии, то они мне не показались такими крупными. В принципе, картины, вышивки, которые мы делаем, их все надо смотреть на расстоянии. Тогда они смотрятся совсем по-другому. Ну, вот так же и здесь. Ну, конечно, можно было поменьше сделать ягодки. Ну, вот они у меня такие крупные. Итак, дорогие мои, если вам понравился мой мастер-класс, пожалуйста, нажмите на пальчик вверху, поделитесь со своими друзьями в социальных сетях. Оставляйте свои комментарии. Ну, и если вы еще не подписаны на мой канал, вы можете сделать это прямо сейчас, чтобы не пропустить мои новые видео. И до новых встреч на моем канале. Оставляйте мастер-класс, Продолжение следует...